Депутат Верховной Рады и один из лидеров запрещенного в России МЕДЛИСа крымско-татарского народа Мустафа Джамилёв похвастался, что именно Украина виновна в засуке, который происходит сейчас в Крыму. Он сообщил об этом в разговоре с изданием «Бозреватель». Он также сообщил, что в Крыму действительно проблемы и вызваны тем, что Украина перекрыла пресноводный канал, который идёт от Днепра. В результате, как считает Джамилёв, там вообще уже сельскохозяйства нет. Также Джамилёв убеждён в том, что Украина не будет обсуждать с Россией вопросы восстановления работы пресноводного канала. Хочется напомнить, что накануне глава Крыма Сергей Аксёнов своим распоряжением ввёл режим чрезвычайной ситуации на территории 4 из 14 сельскохозяйственных районов республики. Об этом говорится в документе, который опубликован на официальном портале правительства Крыма. Согласно информации, режим чрезвычайная ситуация вводится с 9.00 2 июня 2018 года на территории Советского, Первомайского, Красногвардейского и Нижнегородского районов. Ранее стало известно, что из-за засухи в Крыму отмечен гибель посевов озимых и зерновых культур. За полугодие на полуостровы выпала лишь половина среднемноголетней нормы осадков. Малоснежными были и минувшая зима и весна. Зато в апреле столбик термометра держался на отметке выше 25 градусов Цельсия. По данным главы Крыма, посевы погибли на площади около 100 тысяч гектаров. Предварительная сумма ущерба оценивается в размере около 1 миллиарда рублей. На данный момент прогноз будущего урожая в Крыму снижен почти вдвое, до 800 тысяч тонн зерна. В этой связи Министерство сельского хозяйства Российской Федерации также скорректировало в сторону уменьшения общероссийский прогноз сбора урожая. Минственный лькоз также снизил прогноз сбора зерна в этом году до 105-110 миллионов тонн, против 115 миллионов тонн, о которых ведомство сообщило раньше в национальном докладе. Ну что ж, будем следить за этой историей. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.